Модель Colt Government 1911A1 производства компании Umarats по внешнему виду копирует одноимённый огнестрельный пистолет. Модель Colt Government является одной из модификаций знаменитого Colt 1911, а пневматическая версия по всем массогабаритным характеристикам копирует свой прототип. Пистолет поставляется в пластиковом кейсе, комплектуется паспортом инструкции, где есть раздел на русском языке. Также в комплекте есть шестигранный ключик, который предназначен для регулировки прицела. Также в комплекте два барабана клипа, для зарядки боеприпасов один основной и один запасной. Пистолет изготовлен из металлического сплава, имеет приличный вес. Накладки на рукоятку сделаны из резины, поэтому, несмотря на солидный вес, пистолет довольно цепко сидит в руке. У пистолета имеется аналогичный огнестрельному действующий элемент управления, правда их назначение несколько отличается от боевого прототипа, поскольку пневматическая версия имеет несколько другую конструкцию. Слева на рамке находится рычаг, в боевой модели он служит артюгом затворной задержки. Здесь при нажатии на рычаг взбегается вперед большая часть затвора и открывается доступ к отсеку для барабана клипа. Поэтому перед зарядкой нужно нажать на рычаг и извлечь барабан клип для снаряжения боеприпасами. Клип изготовлен из металлического сплава, вмещает 8 свинцовых пуль калибра 4,5 мм и вставляются они со стороны зубчатого колесика. Другая сторона клипа гладкая и той гладкой стороной барабан клип вставляется в сторону ствола. После зарядки клипа свинцовыми пульами вставляем барабан клип-фосек и сдвигаем часть затвора в исходное положение. У пистолета действующий флажковый предохранитель. Для того, чтобы снять пистолет с предохранителя нужно сдвинуть флажок вниз. При этом под затвором будет вязана красная точка которая сигнализирует что пистолет готов к стрельбе. Также пистолет оснащен автоматическим предохранителем в виде клавиши на задней стороне рукояти. Поэтому для стрельбы нужно кроме того что снять пистолет с предохранителя ручного типа нужно крепко обхватывать рукоятку чтобы был нажат автоматический предохранитель в виде клавиши. в месте соединения спусковой скобы и рукоятки находится кнопка у боевого образца это кнопка извлечения магазина и здесь данная кнопка служит для того чтобы отсоединять правую накладку на рукоятку для получения доступа к отсеку для баллона. Нажимаем на кнопку с левой стороны нажимаем и видим отстегивается паровая накладка на рукоять. Перед нами открывается доступ к посадочному месту под баллон. Для того чтобы установить баллончик нужно сначала откинуть вниз пятку рукояти и открутить латунное колесо вниз чтобы поместился баллон. Затем вставляем баллончик латунное колесо закручиваем слегка прижимая баллон и затем баллон прокалывается и поджимается возвращением пятки в исходное состояние. Для начала установим накладку на место. Таким образом у нас установлены все боеприпасы и необходимые аксессуары. Перед стрельбой снимаем пистолет с предохранителя. Ударно-спусковой механизм у этой модели двойного действия. То есть можно стрелять как с самовзводом так и с предварительного взвода курка. Для стрельбы с предварительного взвода взводим курок. При этом спуск более короткий и мягкий. для стрельбы самовзводом достаточно просто нажимать спусковой крючок. после окончания восьми боеприпасов нажимаем на рычаг и извлекаем барабан-клип для следующей зарядки боеприпасами. аппетита. До новых встреч!